Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка будет открытым. Судебное разбирательство начнется завтра. Сегодня же на официальном сайте Верховного Суда появился ответ на электронные обращения, которые поступили в преддверии слушаний. В нем в очередной раз подтверждается, что суд будет открытым с участием представителей СМИ и с учетом эпидемобстановки. Но, разумеется, необходимо делать поправку на вместимость зала судебного заседания. О начале громкого процесса, который в последние дни подогревают все больше, наш следующий материал. Сначала отдельные информационные ресурсы утверждали, что суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка чуть ли не закрыт. Кто-то не попал на предварительное заседание, кто-то уже не СМИ и не может получить аккредитацию. Ввиду антиковидных мер места еще более ограничены. И вот тут с подачи сил, видимо, очень близких к защите Бабарико, развернулась информационная кампания. Напиши Верховный суд с требованием открытого заседания. Дальше больше. После того, как было официально еще раз подтверждено, суд открытый, не надо спекулировать на теме, через телеграм-каналы развернулась информационная кампания с призывами приходить в суд. Абсурдность ситуации в том, что, хорошо известно, зал не сможет вместить всех. Тогда зачем это желание собрать толпу? Еще одно подливающее масло в огонь обстоятельство – утверждение стороны защиты, что у Бабарико не будет возможности обжаловать приговор суда. Рассмотрение дела Верховным судом по первой инстанции означает, что приговор Верховного суда не может быть обжалован в апелляционном порядке. То есть этот приговор вступает в силу сразу. И с точки зрения стандартов справедливого суда, это расценивается как ситуация неприемлемая, потому что подразумевается, что человек должен иметь право на апелляцию. Услышав такие слова, у человека, который не силен в знании законов, может сложиться впечатление, что никаких шансов опротестовать приговор Верховного суда нет. Вот поэтому в таких вопросах важно не только, какую информацию пытаются преподнести обществу, но и то, что стараются скрыть. Порядок обжалования приговоров Верховного суда определенно существует. Что касается порядка обжалования, законно предусмотрен как апелляционный, так и надзорный порядок обжалования приговора суда. Безусловно, что Верховный суд является высшей судебной инстанцией нашей судебной системы, и приговоры, которые вынесены Верховным судом, операционному обжалованию не подлежат. Тем не менее, приговор, который вынесен Верховным судом, может быть обжалован и опротестован в надзорном порядке, в президиум Верховного суда, при наличии оснований и в пленум Верховного суда Республики Беларусь. То есть этот порядок существует, он не исключает, не нарушает право на защиту, он предусмотрен действующим законодательством. И тут возникает вопрос, если апелляция возможна, зачем вводить людей в заблуждение? Остается надеяться, что не для того, чтобы демонизировать процесс, хотя признаки этого имеются. Касательно выбора Верховного суда. Ну так резонансные дела вполне логично рассматривать в наиболее компетентной инстанции. Тогда и вероятность ошибки меньше. В деле Белгазпромбанка есть одна интересная деталь. Семь из восьми обвиняемых признали свою вину, за исключением Бабарико. Речь идет об экономических преступлениях. То есть семь из восьми человек с этим согласились. Но сторона защиты Бабарико говорит о политической подоплеке. Политику убираем. Какая политика? Сейчас речь идет о конкретных экономических уголовных преступлениях. Если их не было, надо доказать, предъявить соответствующие документы, предъявить суду показания свидетелей. Адвокатура должна хорошо проработать. Если нет, все. А политику давайте убирать. Завтра, 17 февраля, первый день слушаний. Субтитры создавал DimaTorzok